Доброе утро! В эфире выпуск новостей на телеканале НИКА. Ледяной дождь утром, сильная снега под днём. Погода накануне значительно усложнила ситуацию на дорогах. Не обошлось без дорожно-транспортных происшествий и в Юхновском районе. Аварии на местных трассах явление нередкое. Только в январе в них погибли 4 человека. Уменьшить количество жертв и оказать оперативную помощь получившим ранения поможет травмпункт, который собираются открыть при районной больнице. О тех, кто в пути, и о тех, кто не доехал до конечной точки, Вячеслав Леденёв. Громко шумит и долго буксует, но сил всё равно не хватает. Машина в кювете на трассе Калуга-Вязьма – картина привычная. Под толстым слоем снега не менее толстый слой льда. Выйти из заноса практически невозможно. Авто обязательно спасут. Вот только как скоро и в каком состоянии – вопрос, который щекочет водительские нервы, настойчиво требуя успокоения. К счастью, никто не пострадал ни здесь, ни дальше по трассе. Если не считать тех, кто очень ждал новую поставку продуктов. Прицеп, как начинающая фигуристка, не устояв на льду и не получив ни одной оценки 6-0, прилёг в ожидании помощи. В Гололево дорожники не работали. 20 минут 8-го, тут каток был. Зимние Олимпийские игры хотели тут открыть, вторые. И понесло. С управлением я его не мог удержать. И всё, вот, итог. Всё получилось. Что получилось и что получается, знают в ГИБДД. Статистика не самая оптимистическая. В 2013 году на автодорогах Юховского района зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибло и 50 получили ранения различной степени тяжести. Уже в текущем году, за январь, зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия. Два из них столкновения с тяжкими последствиями, в которых 4 человека погибло. Печально известный Зубовский поворот. Казалось бы, и дороги в хорошем состоянии, есть освещение, светофоры. Вот только аварии здесь по-прежнему не редкость. Назидание всем автомобилистам и в память о тех, кто не вошел в поворот у дорожного знака «Винки». Поворот на деревню Зубова – настоящая находка для мистических телепередач. Аварии, смерти и ни одной вменяемой причины. Водители просто вылетают в поле, как будто не видя, куда идёт дорога. Ну, как ваши дела? А, ладно. Лучше, чем было при постановлении, да? А, ладно. А что сейчас беспокоит? Ну, ничего, всё нормально, всё нормально. Про таких, как Ислам Гусенов, говорят, родился в рубашке. Перелом рук, многочисленные ушибы, но самое главное – жив. И это после лобового столкновения на трассе. После своей дороги ехал, смотрел 20 метров, прямо на меня встретил. Спасённых жизней подобной этой может стать больше. Где, если не в районной больнице, создавать пункт для оказания помощи попавшим в ДТП? Она находится рядом с федеральной трассой, в ней есть всё необходимое оборудование, есть специалисты. Не хватает только машин и финансирования на содержание мобильной бригады, которая могла бы сразу же выехать на место ДТП. Не зря же первый час после получения травмы, когда вероятность спасти человека выше всего, называют «золотым». Есть такая статистика, что своевременное прибытие квалифицированной помощи сокращает смертность именно на дороге на 20%. Вы понимаете, даже одна спасённая жизнь. Дальше, как бы госпитальный этап, количество смертей после ДТП именно на госпитальном этапе 90% погибает в первые 5 дней. Калужский Минздрав идею создания мобильной бригады поддерживает. Вот только зависит всё от финансирования из федерального центра. Главное, чтобы время ожидания не превысило тот самый «золотой час». Вячеслав Леденёв, Леонтий Ким, телекомпания НИКТВ, Юхновский район. По информации управления МЧС, сложные погодные условия сохранятся на дорогах региона и сегодня. Ожидается облачная погода, временами осадки. Мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Вчера заседание областного правительства было посвящено решению земельных вопросов. Жуковский, Медынский и Юхновский районы представили на согласование несколько генеральных планов сельских поселений. Все они были одобрены. Деревни и сёла расширят свои границы, чтобы начать жилищную застройку. Часть участков будет передана многодетным семьям. Заместитель губернатора Николай Полежаев поинтересовался, насколько активна идёт эта работа в муниципалитетах. Также обратился к администрации Жуковского района с просьбой быть внимательными в решении земельных вопросов. Это граница с Новой Москвой. И это самая дорогая земля Калужской области на сегодня. Реально самая дорогая земля. Поэтому вы там, как хозяева района, должны подойти действительно по-хозяйски. Не продешевить, чтобы что-то получить от этого. Чтобы получилось сельское поселение, какие-то социальные блага в этом сельском поселении. Вот такая цель и такие задачи. Овластной колл-центр жилищно-коммунальной инспекции продолжает принимать звонки от калужан. Напомним, сообщить о любой проблеме в сфере ЖКХ можно по телефону в Калуге. 27 99 87 255 555. В Калужской области. 8 800 450 01 01. 8 800 450 00 60. Звонок бесплатный. В областном центре начинается череда мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Для воинов-интернационалистов эта дата очень значимая. В Сухиничах в честь нее решили было увековечить память одного из участников тех событий, установив мемориальную доску на местной школе. Однако идея пришлась по душе не всем. В причинах спора разбирался Андрей Хорошавин. Первой школе в Сухиничах в этом году исполняется 97 лет. Она и Великую Отечественную застала, да и выпускники побывали во многих горячих точках. А в преддверии годовщины вывода войск из Афганистана ветераны решили установить памятную доску с именем Александра Савоскина, кавалера Ордена Красной Звезды, выпускника этой школы. Директор школы инициативу не поддержал. Мы решили все это сделать вот здесь в музее. Мы считаем, что в музее это более качественно. Понимаете правильно, вот посмотрите на вот эти стены. Вот сейчас дети здесь были, посмотрели. Они же изучают. Тут не просто вот так доска, тут же переписка с родственниками. Тут живая работа, настоящая работа. На территории школы два музея. Их постоянно пополняют, да и вообще следят за своими выпускниками и их достижениями. А их, по уверениям администрации, довольно много. И если выделить кого-то одного, то не ясно, как быть с остальными. Тем не менее, одна памятная доска на стене школы уже есть. Что за доска, которая висит, ну сами посмотрите. Надо повесить нормальные, красивые доски. Единственный аргумент, который у него есть, это, что я не хочу вот эту школу превратить в кладбище. Ну посмотрите, разве кладбище превратится, если повесить мемориальную доску для патриотического воспитания, для молодежи. Чтобы дети проходили, чтобы видели, чтобы вот здесь учились. Рассудить спор ветераны попросили администрацию района. Однако третья сторона выхода из сложившейся ситуации не нашла. Здесь нет вопросов, если это настолько принципиально и важно. Здесь нет вопросов. Я не вижу здесь никакой проблемы. Просто ее нет проблемы. Мы предложили в областном комиссариате, и там, в областном центре бы, вот это, можно было бы реализовать вот эту идею. Понимаете? А здесь, ну еще раз говорю, из стен школы тысячи и тысячи выпускников. Устанавливать мемориальную доску на областном военкомате также невозможно. Там еще больше героев, чьи имена можно увековечить. Очень много. Там не ставят доски никаких. Они мне сказали, никаких досок. Но сейчас уже вопрос решается. И средственную мемориальную доску уже изыскали. Причем решили выделить на ней троих выпускников. Только разобраться со всеми препонами к юбилею вывода войск уже не успеют. Но Союз ветеранов уверяет, если не договорятся со школой, то мемориальную доску Александру Савоскину установят на доме, где он жил. Андрей Хорошаев, Андрей Сомов, телекомпания НИКТВ, Сухинический район. И в завершение этого выпуска небольшой анонс на вечер. Несанкционированная торговля и судьба городских рынков сегодня в центре внимания программы «Главное». Все ли ларьки исчезнут с Калужских улиц? И как исполняют власти областного центра обещание предоставить предпринимателям новые рабочие места взамен торговых рядов под открытым небом? Об этом речь пойдет в прямом эфире, который начнется в 20 часов. Не пропустите. А телефон студии 557799. И пока это все к данной минуте, но я не прощаюсь. Увидимся менее чем через час. Оставайтесь с нами и смотрите продолжение утреннего эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова